В первых проповедях на тему, как строится церковь, мы говорили, что одним из самых важных условий является правильное представление человека о Боге и о себе. В следующих нескольких проповедях мы будем говорить о том, какова роль Слово Божие в строительстве церкви. Мы еще раз посмотрим на особое значение и силу Слово Бога. Затем, какую роль Слово Божие должно занимать в церкви. Мы будем рассматривать различные способы пребывания детей Божьих в Слове. Это и чтение, это и запоминание, это и обсуждение в малых группах, это обучение своих детей в семье или же новообращенных. Мы будем говорить о том, насколько важна библейская проповедь в церкви, исследование Писаний, правильный подход к объяснению текстов Библии и их практическое применение. Еще раз напомним о величии и силе Божьих Слов. Люди очень часто говорят, что самое главное это что? Слова или дела? Ну так обычно мы говорим. Кто-то что-то сказал, они говорят, самое главное это дела, а не слова. Так же, да? Правильно? Но в отличие от людей, Бог никогда не бросает своих слов на ветер. То есть просто так сказал, и как ветер унесло это, и ничего не происходит. Каждое слово Бога имеет определенное значение. Исайя, откройте 55 глава, 8 стих. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути и ваши. И мысли мои выше мысли ваши. Как дождь и снег, не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я постал его. Мысли Бога, как Творца, превосходят мысли человека настолько, насколько небо выше земли. Кто мне скажет, насколько небо выше земли? Никто. А? Никто. Никто, правильно, потому что расстояние между землей и небесами, вот этим пространством, которое Бог создал, не только небо, которое мы видим, но вообще это бесконечность, вселенная, в которой мы находимся, никто не может посчитать, никто не может измерить. Так вот, разница между мыслями Бога и мыслями человека настолько, насколько небо выше земли. Некоторые люди, знаете, дерзают в своем сознании такое, знаете, какие-то заявления делают. Вот ровно настолько, насколько небо выше земли, и это невозможно определить это расстояние, ровно настолько мысли Бога выше мысли наших. Знаете, почему это важно понимать? Потому что из наших мыслей рождаются слова. И вот насколько слова наши и слова Бога отличаются, и мысли отличаются, насколько мы должны понимать величие Божьих слов. Каждый человек, он произносит в течение дня несколько тысяч слов. Я не знаю, сколько вы произносите. Я когда был, мне было лет 18, наверное, я покаялся, и у меня такая была привычка много очень говорить. Вы думаете, что я сейчас много говорю? Тогда я еще больше говорю. И вот для того, чтобы следить за собой, я носил у себя в кармане маленький счетчик. С велосипеда взял, вы помните, на велосипедах были маленькие такие счетчики. Вот я его взял в карман, приделал маленький вот такой рычажок, и каждый раз, когда я что-то говорил, я нажимал на этот рычажок. Для того, чтобы видеть, сколько за день я сказал слов, чтобы контролировать их. Вы же понимаете, прежде чем сказать, нажать, да? И после этого каждый раз нажимать. Ну, я посчитал, что в день я говорю примерно 2000 слов. Когда считали. Вы понимаете, да? Когда не считай, мы говорим гораздо больше. Говорят, что комментаторы говорят 40 тысяч слов в день. Так вот, у Бога ни одно слово, которое Он произносит, никогда не произносится просто так. Оно имеет вес, и оно имеет определенное значение. Мы очень часто забываем, что мы говорим. Забываем о том, что мы обещаем, забываем о том, что мы о чем-то рассуждали с кем-то. Но у Бога каждое слово имеет величайшее значение, потому что слова Бога, они превращаются в дела. Притом настолько удивительные и необыкновенные, что нам, людям, просто можно восхищаться мудростью Бога. Откройте первую книгу Библии. Самое начало, первую страницу. В самом начале книги Библии описывается, как Бог, всемогущий Бог, сотворил небо, землю человека и все творение. Я думаю, вы все это знаете, но хотел себе и вам еще раз напомнить некоторые стихи из первой книги Библии. Первая глава. Третий стих. «И сказал Бог, да будет свет». И что? И стал свет. Вот представьте себе, что если бы мы сейчас что-то кому-то сказали, сказали что-то, что от этого произойдет, а что бы мы сказали? Ну, иногда мы можем обидеть друг друга, знаете, а можем ободрить друг друга. Такое бывает, да? Но вот чтобы что-то произошло сразу же, вот реальное такое ощутимое, мы знаем, этого не будет. «И сказал Бог, один из стих, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерева плодовитое, приносящая породу своему плод, в котором семя его на земле». И стало так. Подумайте. Вот вся эта зелень на земле, вся трава, все деревья, кустарники, все, что мы видим в окружающем мире, Бог сказал, и оно появилось. С огромным разнообразием. Пока мы жили, знаете, в Советском Союзе, мы даже не знали, какое разнообразие всего. Когда приехали, я помню, сюда, мы в 90-м году приехали в начало, мы зашли в магазин, мы посмотрели на некоторые вещи, мы их вообще никогда не знали. как их есть, что с ними нужно делать. И сказал Бог, 14 стих, «Да будут светила на Дверхе Небесной, для отделения дня, ночи, и для знамений, времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на Дверхе Небесной, чтобы светить на земле, на землю. И стало так, и создал Бог два светила великие. Светила большее для управления днем, как его называть это светило? Солнце. И светила меньшее для управления ночью звезды. Как она называется? Луна. Посмотрите, после того, как написано, светило меньшее для управления ночью, стоит запитание написано, «И звезды, и звезды». «И поставил их Бог на Дверхе Небесной, чтобы светить на земле, управлять днем и ночью, отделять свет от тьмы». В очень коротком повествовании описывается, как Бог создал невероятно сложные живые организмы. Невероятно сложные. Если вы интересуетесь, когда-нибудь почитайте генетический код человека. Как, насколько он сложен. Или же молекула какого-то растения, там, живая клетка растения, или живого организма какого-нибудь. Описывается, как он создал Солнце, Луну, и многочисленные звезды, миллиарды, триллионы звезд. Написано, «И звезды», и все. Солнце, которое обогревает землю, оно имеет в себе огромный источник энергии. Вот это, знаете, я когда готовился к проповеди, я пошел на интернет и стал читать про Солнце. Я понял, что это бесполезно здесь кафедры какие-то цифры произносить. Там просто потеряешься. Реально потеряешься. Солнце – это такое чудо, просто невероятное, настолько в нем много энергии. Ученые говорят, что оно может светить миллиарды лет. Миллиарды лет. Не просто миллионы лет. Ее параметры, ее размеры. Кстати, Солнце, знаете, что это звезда? Это единственная звезда в нашей солнечной системе. И она поставлена Богом для того, чтобы обогревать нас. Вот таких звезд, как Солнце, только в нашей галактике. Как наша галактика называется, молодежь? Молодцы, знаете, да? Млечный путь по-русски называется. И вот в нашей галактике таких звезд, как Солнце, сотни тысяч, может быть, даже и больше. Гораздо большими размерами, чем Солнце. Хотите испытать на тебе силу Солнца, полежите на солнышке пару часиков. Вечером вы будете красные, как рак или как лапска. Это очень быстро сразу можно видеть на себе. Мне когда-то, я служил в Америке в строительных войсках, потому что я окончил строительную технику, и плюс потому, что верующие меня направили в строительные войска, и мне пришлось строить атомную электростанцию. Ее только начинали строить. Атомная электростанция – это источник энергии. Вот для того, чтобы ее построить, нас привезли в такое место, там уже начинали ее строить, Калининская атомная электростанция. Только-только начинали. Первый вот этот блок. Вот для того, чтобы построить вот это источник энергии, сидят ученые, думают, размышляют о том, как использовать, как сделать реактор, самое главное реактор, как он будет выделять эту энергию, как рассчитывать вот эти атомы, как ее превратить безопасно, чтобы оно не взорвалось, превращалось. Придумать систему охлаждения. Реактор всегда должен стоять рядом с источником воды, потому что его надо постоянно охлаждать. И там рядом озеро было, да, в этом городе, где мы были. И потом, после того, как все это, они продумывают все это, потом техника огромная, много прохладывается даже железная дорога. Нас солдат туда нагнали несколько тысяч, да. Все это копается, выкапывается, заливаются фундаменты, стены, оборудование приводится, цемент. И в конце концов, через несколько лет только, появляется источник энергии, который обогревает или же дает электроэнергию, ну, будем говорить, для большого города. Представьте себе источник энергии, как Солнце. Это носитель огромной энергии, которая по объему своему в 1 миллион 300 тысяч больше, чем Земля. И она постоянно горит, имеет в себе вот различные газы, и она дает эту необходимую энергию. Сам солнечный свет по-своему, свет он белый, но пока он долетает до нас, он становится немножко желтоватым. Но вот это огромный источник энергии, мы даже не задумываемся над этим, который дает рост, тепло, свет всему живущему здесь на Земле. Как Бог его создал? Он просто сказал, и оно появилось. И мимо, помимо его, еще сотни тысяч, миллионы таких подобных, а неподобных, еще миллиарды, триллионы еще звезд галактики. Бог их просто сказал, и они появились. В Салом 32, 6 стих написано, «Словом Господа сотворены небеса, и Духом пусть Его все войствует». Словом. Бог сказал, и все появилось, и все сотворилось. Вся Вселенная с ее огромными расстояниями, звездами, комедами, черными дырами, галактиками, все это создано посредством Слов Бога. Более того, Бог не использовал никаких исходных материалов. Не было таких, знаете, заготовки материалов, цемент кто-то бы возил куда-то, водород куда-то подвозили бы, вы знаете, с одной стороны Вселенной к другой. Собирали бы его необходимое количество для того, чтобы, ну, Солнце надо же создать. Сколько же водород нужно собрать, для того, чтобы оно горело и не прекращалось. Как же продумать все это? И все это Бог создал в течение одного дня, мы знаем. Насколько же великим и всемогущим должен был Бог, который все это создал, всю эту громадину, чтобы он создал. Насколько он больше, мощнее, могущественнее, чтобы все это создать, при том только при помощи своего Слова. Вы можете вообразить? Я не могу. Я теряюсь, когда думаю о расстоянии, вот начинаю читать, а что говорить о том о Боге, мы его просто не можем понять. Вот эти размеры и расстояния, они не вмещаются в цифры, которые придумал человек. Каким же тогда должен быть Бог, который все это создал при помощи Слова? Вот почему перед словами Бога нужно трепетать. Исайя 66,2. Помните, мы говорили, вот на кого я презрю, на трепещущего предслову моей. И к этому относится также Давид говорит об этом, в 137-м псалме. Он говорит о том, что необходимо иметь почтительное отношение к словам Бога. 137-й псалом, 2-й стих. Поклоняясь предсвятым храмам твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. Вы когда-нибудь задумывались над этими словами? Знаете, я много раз слышал, но мало очень задумывался. Давид говорит, ты возвеличил слово твое, превыше всякого имени твоего. Что это значит? Для псалмопевца Давида вот это Божье слово, это откровение, это самое последнее откровение, которое Бог дал псалмопевцу. Он говорит, что ты его возвысил выше всякого твоего имени. Почему? Потому что, возможно, это был ответ Давиду со стороны Бога, на то желание Давида вот построить храм. Помните его желание? И Бог ему ответил. И когда Бог ему отвечал, Бог ему показал будущее его потомства. Он рассказал ему все, что наперед будет. И Давид был просто в шоке. Он говорит, слово твое ты возвеличил выше всякого имени. Я просто поражаюсь твоими обетованиями. И пошел царь Давид и предстал пред лицом Господа. Это 2 царь 7,18. И сказал, кто я, Господи, Господи? И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил, что ты обо мне вообще говоришь? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи, мой Господи. Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Давид понимает, насколько Бог великий. И потому он просто поражен добротой и внимательностью Бога к нему как к человеку. Кстати, он очень правильно понимает свое положение перед Богом. Помните, мы говорили, очень важно понимать правильное представление о себе и правильное представление о Боге первые две проповеди о том, как строится церковь. Он, несмотря на то, что является царем Израиля, он не говорит, так, знаете, я царь, великий царь, я достоин того, чтобы Бог со мной разговаривал. Нет, он говорит, кто я, Господи? И что такое дом мой, чтобы мне ты обращал внимание? Я понимаю, что я творение, ты творец. Мало того, ты еще и даешь свое обещание. 20 стих, 7 главы, 2 книга царства. Что же еще может сказать тебе, Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи, мой Господи, ради слова твоего, и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая это великое рабу твоему. По всему велик ты, Господи, мой Господи, ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. Давид очень правильно понял, что величие Бога, его любовь, выражается в его словах. Поэтому он говорит, Господи, твоя любовь, в твоих словах, которые ты мне дал, в твоих обетованиях, она превыше всякого имени. Ты возвеличил твое откровение последнее, которое ты дал мне. Если мы встречаемся с каким-то человеком, обычно, как я говорил в прошлый раз, мы узнаем его положение, его статус. Потом мы ближе с ним знакомимся, и как мы узнаем человека потом в близком знакомстве? Каким образом? По словам. Первое знакомство, когда мы с ним начинаем разговаривать. Невольно, когда мы начинаем разговаривать, мы начинаем, знаете, понимать, кем является человек на самом деле. Посмотрите, что говорит Библия об этом. Притча, 17 глава, 28 стих. Притча, 17 глава, 28 стих. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым. И затворяющий усад свой благоразумный. Слушайте, человек такой молчит, такой умный вид делает. Потом вдруг, как только заговорил, сразу понимаешь, что этот человек стоит. Бывают девочки с мальчиками, смотрят друг на друга, так они и такие, прям все, просто вообще, теряют сознание. А потом вдруг встречаются, начинают говорить, потом приходит этот мальчик домой, говорит, папа, а что такое? Да я поговорил с ним. Или я поговорил с ним. Уже понятно. Все ясно уже. Екклесиастам, 10-3. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда не достоит смысла. И всякому он выскажет, что он глуп. То есть, рано или поздно, глупый человек покажет свою глупость через свои слова. Он может скрыть факт того, что у него есть, пока он молчит. Но стоит только ему заговорить его слова, сразу же покажут его сущность. Екклесиастам, 5 глава 2 стих. Ибо как сновидение бывает при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Как правило, чем выше человек, тем почтительнее мы относимся к тому, что он говорит. Мы говорили об этом в прошлый раз. В нашей стране, оттуда мы выехали, нас заставляли учители читать высказывания правителей нашего народа. Они издавались многомиллионными хирожами. Эти книги, они были забиты. Сборник сочинений того или сборник сочинений другого и так далее. Книги различные, школах, институтах, внимательно изучали, как они высказывались по тому или другому вопросу. Создавались группы целые, конференции по обсуждению важности их слов. Вдоль дорог вывешивались плакаты огромные с их высказыванием. Я помню, в Советской Армии, я не знаю, кто из вас был в Советской Армии, там очень был популярный такой текст, потому что все должны были идти в Советскую Армию. Это обязанность была. И вот там был такой текст, я помню, учиться военному делу настоящим образом. Ленин, я так подумал, вот мы не задумались а каким еще образом можно учиться вообще военному делу? Не на 100 лет этим образом? Понимаете, или я помню, у нас на Кубани едущих вдоль полей был такой огромный-огромный плакат в Брежневские времена. Экономика должна быть экономной. Мне кажется, даже дети может быть смешно. Ну как экономика может быть еще не экономной? Вообще, для чего она тогда? это все равно, что она писатель так была. Сахар должен быть сахарным. А каким он еще должен быть? Бог подтверждает истинность, силу и премудрость своих слов через творение. Римлянам 1,19 написано, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая его, то есть природа Бога, невидимая природа Бога, вечная сила, его божество от создания мира через рассматривание творений видимых. Так что он не безответный. То есть невозможно, глядя на то, что Бог создал, глядя на себя, как создан человек, мир, галактики, листочек маленький, травинка, букашка, жучок какой-то, бабочка, невозможно просто не восхищаться, или же сомневаться о мудрости, или же существовании Бога. Тут написано они безответные. Это делают только безумные люди, которые говорят, что это создалось само собой. Поэтому Павел здесь продолжает 22 стих в первой главе. Он говорит, так что они, называя себя мудрыми, обезуживали. Правда, они себя так не считают. Они считают себя мудрыми людьми. Почему мы об этом говорим? Потому что Библия это Слово Божие. Тот самый Бог, который сотворил своими словами все существующее, дал людям откровения, которые записаны в книге Библии. Они были записаны на протяжении 1600 лет. Обращаясь к своему народу, обращаясь к людям со своими словами из Ветхого Завета и Нового Завета, Бог очень часто напоминал о том, что Он является владыкой и создателем всего. Для чего? Для того, чтобы люди могли еще раз вспомнить, вот этот Творец, который все создал, это Он дает нам свое слово. Посмотрите, Захарий 12.1. Пророческое слово Господа в Израиле. Посмотрите, точка. Потом Бог начинает говорить это пророчество. «Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри Него, говорит». Слышите, да? То есть Бог, смотрите, еще раз обратите внимание. «Господь, распростерший небо, основавший землю, образовавший дух человека внутри Его, говорит». А после этого уже начинается пророчество. Во время Второй мировой войны люди в СССР, источником информации для них являлось радио. Сегодня мы можем смотреть документальные фильмы, и там показывают о том, как люди где-то на улицах подходили к таким огромным динамикам и слушали радио, слушали, что же там вот сообщение было. Так вот, одним из людей, который давал эти сообщения, был Юрий Левитов. Как правило, когда начиналось когда-то сообщение, он сначала говорил такие слова «Говорит Москва». А после этого уже шло сообщение, что произошло на фронте, что произошло там, какие-то события, сегодня такого-то, такого-то числа, войска Второго Воронежского фронта и так далее и тому подобное. Но начиналось это сообщение со словами «Говорит Москва». Я прочитал про этого человека. Этот человек из еврейской семьи, он был невысокого роста. Маленький, невысокого, довольно невысокого роста человек, незаурядный человек довольно-таки. Он, знаете, не обладал такой, знаете, огромной фигурой, такой, знаете, как мы представляем по голосу его. Но у него был необыкновенный тембр и голос, который внушал уверенность людям. Так вот, говорят, что Гитлер сказал, что если ему удастся захватить Москву и захватить вот Советский Союз, то одним из первых, которому хотелось ему казнить, это Юрия Лилитара. Почему? Потому что голос этого человека раздражал Гитлера. Он был властным, он представлял страну, огромную страну. Я говорю это вне политики, понимаете меня, да? Этот человек представлял огромную страну. Он говорил, говорит Москва. Так вот, Бог, обращаясь к своему народу, говорит, Бог, который создал Вселенную, распростер небеса, землю, дух внутри человека, говорит. То есть, обратите внимание, кто говорит с вами. Что он будет говорить? Исайя 45, 12. Бог обращается. Я создал землю и сотворил на ней человека. Я. Мои руки распростерли небеса, и всему войску их дал закон Я. 18 стих. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь и нет иного. Почему Бог опять так говорит? Чтобы люди обратили внимание на важность его слов. Это Бог творец, всемогущий Бог. И Бог понимает, что мы люди, мы способны это забывать. Люди очень часто Бога, знаете, на уровень свой опускают. Не понимая насколько Бог выше. Бог сам говорит, напоминает людям, мои мысли не ваши мысли, мои слова не ваши слова, мои пути не ваши пути. Вы должны понять это, люди. Когда я говорю соответственным образом относитесь к тому, что я говорю. Бог как владыка всего мира, Он провозглашает себя Творцом. И после этого, когда Он дает повеление, Он хочет, чтобы люди не просто, Он не просит брать и сестры, Он требует к себе особого почтительного отношения к тому, что Он говорит. Малакий 1, 6. Сын чтит отца и раб господина своего. «Если я отец, где почтение ко мне?» Бог говорит. «Если я Господь, то где благоговение предо мной?» Давид очень ясно осознает эту связь между тем, что Бог говорит, и тем, что после этого происходит. Поэтому призывает всех в 32-й псалом 8-й стих. «Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной». Запятая. Почему? Он сказал и сделалось. Он повелел и явилось. То есть, почему вся земля должна трепетать пред Ним? Почему все живущие во вселенной должны так относиться к тому, что он говорит? «Ибо он сказал и сделалось, повелел и явилось». То есть, вот настолько почтительно нужно относиться к тому, что говорит Бог. Теперь мы смотрим на роль Слова Божьего в строительстве церкви. Вы напомнили о величии Божьих слов. Теперь мы будем уже ближе подходить к нам, практической нашей жизни. И об этом будем говорить в течение нескольких следующих воскресенья, если Бог даст, живы, будем здоровы. Когда мы говорим о строительстве церкви, ее рост, ее благословение, невозможно без правильного, почтительного отношения к Божьим словам. Это одно из главных направлений библейской церкви слова благодати, почему? Первое, Бог возрождает человека через свое слово. Церковь не может наполняться людьми, которые невозрождены от этого слова. Челедство в церкви, оно не определяется списком. Мы, люди, можем ошибаться. Мы можем вводить список людей, которые являются невозрожденными. Но Бог желает и Он предусмотрел, чтобы церковь наполняли люди, которых имена записаны на небесах, которые записаны в книге жизни. И туда входят люди, которые возрождены. Возрождены. Сколько будет таких людей, которые не были возрождены от Божьего слова, ходили в церковь, считали себя членами церкви, даже участвовали в какой-то активности, но потом будут говорить «Господи, Господи, пусти нас!» скажут, что «Я никогда не знал вас! Вы не были рождены моим словом!» Бог избрал такой метод возрождения человека, Он мог избрать любой другой. Я часто думаю, если Бог своим словом создал Всевселенную, Он бы мог вот так делать. И человеком миллионы людей родились бы духовные. Мог? Мог. Конечно, уже Бог. Но Бог почему-то придумал именно такой способ нашего духовного возрождения, чтобы оно происходило через слово. Именно через слово. То самое слово, которое создало все творение, то самое слово возрождает нас и делает нас новым творением в Боге. А оно дает нам духовное рождение. Иакова 118 написано «Восхотев родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его творения». «Поэтому отложив всякую нечистоту и остаток злобы» это уже 21 стих «В кротости примите насаждаемое слово могущее спасти ваши души». Здесь написано, что Бог захотел. Он Бог захотел и решил вот таким образом делать. Скажите, когда Бог творил небеса, землю, звезды, галактики, солнце, Он у кого-нибудь спрашивал совета? Он спрашивал у кого-нибудь из нас. «Слушайте, а как мне все это сделать? Каким образом я должен все это сделать?» Помните, Бог задает вопросы Иру, да? Кто был советником Иру, да? То есть Бог захотел и это он сделал. Вот здесь написано, «Восхотел, родил он на словом это его желание, желание Бога, рождачность через слово это его суверенное право, это его план. По своему желанию он возрождает человека через свое слово, чтобы он был новым творением. Точно так же как уникальное творение, которое мы видим, уникально, точно. И это новое творение, которое Бог производит в нас. Оно неповторимо. в первом творении Бог превозносил слова, и творение возникало после его слов. Теперь же через своих пророков и апостолов он оставил нам написанное слово, которое точно так же производит вот это действие через это слово. Оно читается, оно проповедуется, оно передается людьми, и происходит это рождение свыше, духовное возрождение родей. Павел пишет об этом так. Второй коринфеном 5.17. Итак, кто во Христе, тот что? Новая тварь. По-русски слово тварь, знаете, старая очень, очень по-разному можно понимать. Новое творение. Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло теперь все новое. Новым творением становится только тот, кто находится во Христе, кто подчинил свою волю, кто признал веры его главенства в своей жизни, кто живет в согласии с его заповедями, Иоанна 1.12. Тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Смотрите, Павел сравнивает духовное рождение человека с творением, а Иоанн сравнивает с рождением ребенка. Каким образом ребенок рождается? По желанию родителей. Точно так же Бог захотел и по его желанию происходит рождение свыше многих людей. Он хочет, чтобы люди стали его чадами, но многие люди отвергли Христа. Лишь некоторые приняли его веры, а тем, которые приняли его, приняли его. Здесь упоминается ответственность человека, его отклик, спасающей веры, которую, кстати, тоже дает Бог эту веру. Что значит принятие Христа? Это принятие его жертвы, это принятие его слова, это принятие его господства на своей жизни. От того, насколько это принятие будет искренним, глубоким, зависит будущее такого человека. Евангельское слово, оно как семя, падает. Я не вижу ваши сердца, Бог видит ваши сердца. Насколько глубоко это слово, которое проповедуется, падает в ваши сердца? Может быть, ваше сердце занято какими-то сейчас заботами. Вы думаете, мечтаете где-то, вы сидите здесь, а мыслями вы непонятно где. Вам понятно, конечно, нам непонятно. То есть, вы думаете, может быть, трактисты думают о том, как ему груст повезти, сегодня вечером выезжать и куда-то ехать. Кто-то думает о том, сколько завтра плитка ему положить, третий еще чего-то аплодирует, четвертый еще и так далее. И сидим вроде бы, все слушаем, да? А вот насколько это слово падает глубоко в наше сердце? Сколько там вот этих сорняков, которые мешают этому? Или оно утрамбовано, когда Христос говорил? Или же там каменистая почва? С радостью приняли, порадовались, а потом только вышли, переступили и чуть-чуть и забыли уже. С радостью приняли. Нам нравится, когда говорят что-то приятное, хорошее такое. Насколько оно глубоко здесь падает в наше сердце? Истинность спасающей веры подтверждается принятием слова, якобы кротости примите наслаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Это говорит о смягчении характера, о подчинении. Это говорит о покаянии человека, его сокрушений. Сердце такого человека является твердой, такой утрамбованной почвой, которая не способна принимать. Наоборот, он смиряется, он не оправдывается, как Адам. Он все оправдывается, жена, которую ты мне дал. Ева говорит, змеи виноваты. Все виноваты, только не я. Кто угодно. Церковь виновата, пасторь виноват, жена, дети, муж, соседи, на работе люди, на дороге люди. Вот он апостол Павел делает очень важный вывод. Римлянам 10-17. Итак, вера отслышания, отслышания что? От Слова Божьего. Давайте все повторим. Итак, вера отслышания, слышание от Слова Божьего. Если вера происходит отслышания Слова Божьего, то мы, как Церковь Христа, должны делать все необходимое, что в наших силах только для того, это слово проповедовалось здесь, в нашей среде и от нас, для окружающих нас людей. Аминь. 1 Петра 1-23. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого, пребывающего вовек, и во всякое плод, как трава, и всякое слово человеческое, как цвет на траве, засохло трава, цвет ее упал. Но Слово Господне пребывает вовек, и это есть то слово, которое вам проповедано. То есть, не думайте о том, что для того, чтобы услышать слово от Бога, Бог должен громом прогреметь. Бабаб, так, знаете, проговорил. Нет, это слово, которое проповедуется в церкви, которое мы читаем дома, которое мы имеем дома. почтительное отношение к Слову Божьему, это не значит, вот, иметь такой алтар, как здесь, крест посредине, на специальной подставке Библия, огромных размеров. Я видел в Рудалинге, у нас много было друзей португальцев, они католики, заходишь, вот такой алтарь у них дома, реальный алтарь, такой, знаете, золоченый такой крест, подставка, Библия такая, знаете, огромная, все так разложено, я был в шоке, мне так это понравилось, я вас прошу, ты ее читаешь, а зачем? Лежит красиво, свечки сбоку две еще, знаете, и все, зачем, лежит, и все, почтительное отношение к Слову Божьему, Павел говорит, я не стыжусь благорестования Христова, потому что оно и сила Божья ко спасению всякого верующего, во-первых, в идее, потом и еле, что такое благорестование Христов, благорестование Христов, это проповедь о спасении через Иисуса Христа, церковь не может существовать без проповеди Евангелия, нам не дало знать, кого это Евангелие коснется, кого не коснется, нам поручено идти проповедовать, Христос сказал, идите куда? По всему миру, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие царствие, учите народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все с вами во все дни до скачания века, аминь. То есть, наша задача заключается в том, чтобы идти и говорить это слово. Вы знаете, в первую очередь, кому говорили? самим себе. Нам каждому, каждый день нужно напоминать Евангелие самим себе. Кто я есть, кем является Бог, чем является его слово, в каком положении я должен быть по отношению к Богу, к его слову. Более того, мы должны не только проповедовать, мы должны помогать людям возрастать, тем, которые уверуют, учают соблюдать все, что я повелел вам. Мы не учим людей, знаете, какой-то этике или же правилам поведения, которые придумали философы или ученые. Мы учим тому, что повелел Христос, учая их соблюдать все, что я повелел вам. То, что я повелел. Итак, первое и самое главное, слово Божие производит духовное возрождение человека. И поэтому оно постоянно должно провозглашаться в церкви и в нашей повседневной жизни. Обратили ли вы внимание когда-нибудь, мы говорим между собой часто, возникает у нас вопрос, а как решить этот вопрос? И мы часто очень, вот в нашей церкви, вот в том городе, вот у того соседа, обратили внимание, да? Мы советуем всегда такие даем. Мы не говорим написано вот так, написано вот так, очень часто мы забываем, что говорит Писание по этому поводу. И поэтому очень важен следующий момент, любовь к Слову Божьему, это выражение любви к Богу. Бог дает свое повеление народу, когда дает свой закон. Откройте второзаконие, 11 глава, 18 стих. И так положите сие слова мои в сердце ваше, и в душу ваше, и навяжите их в знак на руку свою, и добудут они повязку над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогу, и когда ложись, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих, чтобы столько же много было дней ваших, и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней неба будет над землей. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди эти, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его, и прилюбляться к Нему, то изгонит Господь все народы от лица вашего, и вы обладеете народами, которые больше и сильнее вас. Посмотрите, Бог повелевает народу окружить себя Его Словом. во всех сферах жизни. Он призывает их положить в сердце, говорить о них, учить им своих сыновей, дочерей, рассуждать с ними по дороге, дома, утром, вечером. От этого зависит благословение нас и наших детей, наших потомков. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди эти, которые заповедую вам, исполнять, будете любить Господа, прилепляться к Нему. Вот в этом есть выражение нашей любви к Богу. Если мы любим Его Слов, как мы можем выразить любовь к жене, к мужу, к детям? Если мы внимательны к тому, что они говорят нам, иначе что же это за любовь? если мы невнимательны к тому, что нам говорит мама, дети, родители. После смерти Моисея Бог дает наставление Его приемнику Иисусу, Иисусу нами. Управление огромным народом, представляете, несколько миллионов человек, требует много мудрости, много знания. Какие же советы дает Бог Иисусу нами? Что самое главное должен знать Иисусу ставит. Помните, да? Иисуса 18. Иисус аналина 18. Да не отходит книга сия закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Когда? Когда не будет отходить от книга от уст твоих? Что значит от уст книга от уст твоих? Что это означает в этой сестре? А? Дело в том, что древние люди, я помню даже наших бабушек, это мы, новое поколение, читаем Библию, как говорится, про себя. Древние люди Библию читали вслух. Я помню, моя бабушка читала Библию вслух. Так вот, да не отходит книга сия от уст твоих. Это имеется ввиду, читай ее вслух, постоянно повторяй. Как долго? День и ночь. Мне, правителю, нескольких миллионов людей, что больше делать нечего, что ли? Ты хочешь быть успешным? Ты хочешь поступать благоразумно? Читать. Читай это слово. День и ночь, которое я оставляю тебя. Тогда ты будешь поступать благоразумно. то есть мы не должны вспоминать о том, что говорит Бог во время воскресного служения. Нет. Оно должно постоянно наполнять наше сердце, чтобы мы могли принимать правильное решение. Второзаконие 30 14. Но весьма близко к тебе слово это, оно в устах твоем и в сердце твоем, чтобы исполнять его. То есть если это слово будет близко в сердце нашем, тогда мы сможем его исполнять. Псалом 1.2 Он в законе Господа воли его, а закон его что? Размышляет он день и ночь. Псалом 36.31 Закон Бога его в сердце у него не поколеплю со стопы его. Почему? Закон у него в сердце. Насколько близким и дорогим для нас будет слава Бога, настолько точным будет их исполнение. Сердце своем сокрыло слово твое для чего? Чтобы не грешить при Тобой. 118 Псалом 97 Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем, заповедь твоей, заповедью твоей, ты сделал меня мудрее всех врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо распушляю об откровениях твоих, и я сведущ более старца. Почему? Ибо повеления твоих храню. Предполагаю, что скорее всего написал этот Псалом Давиде. Какое-то отношение имеет к Церкви Христа. Быть учеником Христа и не иметь правильного отношения к Слову Божьему просто невозможно. Поэтому Христос сказал ученикам, если любите меня, то что? Соблюди и не иметь заповеди. Иоанна 1 Иоанна 2 3 А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, я познал его, то есть Христа, но заповеди его не соблюдают, тот лжец, нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина, любовь Божия совершилась. Из этого узнаем, что мы в нем, а он естественно в нас. Откуда мы это узнаем? Если это слово в сердце нашем, в жизни нашей, в рассуждениях наших, вот это величие Божьих слов понимает Иоанн. Как он начинает свою Евангелие? Кто помнит? Как евангелистян начинает свою Евангелие? Вначале было слово. Как начинается Библия? Вначале сотворил Бог небо и землю. Он видит эту прямую связь, он с трепетом начинает свое Евангелие, говорит, вначале было слово, слово было у Бога и слово было Богом. Понятное дело, он проповедует это для греков, для иудеев, для которых слово, это было не просто знаете, слово, это идея, интеллект, которая породила божественный разум. И он говорит, вот это самое слово, могущественное самовыражение Бога, которое мы видим в творении, физических и духовных законах, которые Бог дал нам. Оно показывает характер Бога, его силу, его непостижимую мудрость, оно вначале было у Бога, и самым высшим его проявлением было не только творение, но и Христос, это живое слово, самое высшее откровение Бога к нам. апостол по-моему, Макар проповедовал, и кто-то ему говорит, да я уже столько этого всего уже знаю. Он говорит, если ты так заявляешь, тебе 200 проповедей в день нужно. То есть, если человек говорит, тот, кто говорит, что я отстаю, то что? Берегись, чтобы не упасть. Нам всем необходимо постоянно обновлять это в нашем сознании, напоминать самим себе. напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде сказанные святыми пророками и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашим, наш разум способен забывать. Нам постоянно нужно напоминать об этом. Вот эти слова, которые сказаны пророками в Ветхом Завете и заповедь Господа, которые передал через апостолов, это Новый Завет. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. Что они будут говорить? Где обетование предшествия? То есть, где его обетование? Где Божьи слова? Где они? С тех пор, как начали умирать отцы, от начала твоения, все остается так же. То есть, Бог говорит и не исполняет свои слова. Не будет суда, не будет наказания. Мы можем жить в свою угоду в этой жизни как хотим. Смотрите, какой аргумент в ответ этим людям употребляет Петр? 5 стих, 2 Петра, 3 глава, 5 стих. Думающие так, не знают, не знают, они забыли, они не понимают, не знают, что в начале Слово Божие, что в начале, Слово Божие, которое они пренебрегают, которые они говорят, да, со мной не исполнится, все нормально, уже проходят годы, проходят десятилетия, тысячелетия, все обещают, Христос придет, он не приходит. Я могу грешить, не могу жить так, как хочу. Думающие так, не знают, что в начале Слово Божие, небеса и земля составлены из воды водой. Казалось бы, почему он это говорит? Напоминает, Бог Словом все создал. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой, а нынешние небеса и земля содержимые, как дальше сказано? Тем же Словом, тем же самым Словом, сберегаются огню на день суда, и погибели нечестивых человек. То же самое Слово, которое когда-то творило, которое сберегает сегодня все, все, что существует. На память приходит 118-й Псалом, по-моему, 91-й стих. Посмотрите, по определениям твоим все стоит до нынешнего. 90-й стих. Истина твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям все стоит до ныне и во все служит тебе. Бог говорит, что все это то самое слово. Вот тем же самым словом сберегаются огнем, надень суда и погибели нечестивых человек. Петр обличает лжи учителей, те, которые подвергаются мнению Божьего слова, которое сокрыто от них. Он говорит, что Бог не бросает своих слов на ветер, будет ответственность. Каждый человек ответит за то, что он пренебрегает Божье слово, за то, что он непочтительно к нему относится. Этим самым словом все находится в гармонии в ожидании грядущего суда. И Бог обязательно исполнит то, что Он сказал. Поэтому лучше не противиться, а покориться этим словам. Христос однажды сказал людям, что вы зовете меня, Господи, Господи, а то, что я говорю, не исполняйте. Какой смысл? Вы говорите, Господи, Господи, греческое слово, кюриус, кюриус, то есть признание меня господином, а вы не выполняете то, что вам говорю. Какая логика между этим? Недостаточно просто называть Бога господином, необходимо исполнять то, что он говорит. То есть он говорит, покажите на деле вашу любовь ко мне. Сегодня Слово Божье пытается заменить церкви программами, аттракционами, развлечениями, выступлениями. Наше поколение становится, знаете, неспособным к тому, чтобы внимательно и вдумчиво что-то читать или что-то слушать. Мы просто неспособны. Мы привыкли к тому, чтобы телевидение, интернет, где все быстро меняется, где все, знаете, одно за одним, чтобы спокойно сесть, поразмышлять или слушать проповедь, ой, это тумач для меня. Это большая проблема, братья и сестры, поэтому современные проповедники, они сокращают свою проповедь до 15-20 минут, какие-то шутки, припородки и все прекрасно. Мы что-либо, чтобы люди себя чувствовали хорошо, как говорит. Один человек как-то разговаривал, я беседовал с одним братом, и он говорит, ты в какую церковь, он говорит, я в такую церковь хожу, а почему туда ходишь? I feel good, я чувствую себя там хорошо. Он задает вопрос, for how long? Насколько долго ты себя чувствуешь хорошо? Если слово не проникло в сердце человека, вот это чувство хорошо, он ровно до двери останется. Потом человек приходит домой, сталкивается с какой-то ситуацией и плачет подушку, и ждет следующего, и поэтому ждет вот этого адреналина. Когда же ему опять скажут, какой ты хороший, какой ты прекрасный, какой ты замечательный, он пришел, послушал, ушел, а в жизни он не такой хороший, замечательный. Ему тогда трудно потом, потому что слово не вскрывает ему проблемы, оно не лечит его. Слово Божье является твердым основанием для строительства церкви. Нам необходимо молиться, просить Бога о том, чтобы это слово всегда занимало наши мысли и наши желания, чтобы это слово было главным руководством принятия решений в отражении искушений. Мы сейчас будем молиться. Я хочу, чтобы вы свои сердца настроили на молитву к Богу. Молитва к Богу о том, что мы только что слышим, чтобы Бог показал нам наше сердце. Знаете, Давид, как молился Богу? Он говорил, испытай мое сердце, Господи, и узнай помышление мое. Это Богу нужно было узнавать помышление мое? Или, Господи, испытай мое сердце и покажи сердце мое, мне покажи, чтобы я его видел. Узнай помышление мое, и зри, не на опасном ли я путь, и направь меня на путь вечный. Это наша молитва к Богу должна быть. Давайте просмотрим прошедшую неделю, месяц, год, может быть, несколько десятков лет моей жизни. Насколько внимательно, насколько почтительно я отношусь к слову живого Спасителя, Творца Всемогущего к Его Слову, как отношусь к Его повелениям, Его обличениям, насколько они занимают мои мысли. Зададим молитву на себе вопрос, что мне необходимо изменить в моей жизни для того, чтобы у меня было должное отношение к Слову Божьему. Просите Бога, чтобы Он открыл ваше сердце для понимания Писания. 118-й Псалом, открой очи сердца моего, открой очи глаза мои, сердце естественно моего, и увижу чудеса закона твоего. Молитесь, чтобы Бог открыл вам это, чтобы оно действительно, мы бы могли восторгаться, восхищаться им. Апостол Павел молился за Итецскую церковь так, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славное наследие Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Я хочу, чтобы, когда вы стванились сейчас на колени, для того, чтобы вы могли исповедоваться пред Богом в тихой молитве или громогласной молитве, откройте свое сердце Богу, я не буду торопиться, молиться, для того, чтобы вы могли открыть свое сердце прибором, поразмышлять над тем, что было сказано, для того, чтобы это действительно слово действовало в нашей жизни. Будем молиться о том, чтобы это слово, оно проникало глубоко в наше сердце. Откроем свое сердце, скажем, Господи, зри, не нам поставлю ли я пути. Будем просить Его о милости для нас и для наших детей, чтобы это слово было светильником, действительно указателем, компасом для нашей жизни. Аминь. Будем молиться.